С 2014 года конфликт между незаконными вооружёнными формированиями в Донецкой и Луганской областях и правительственными войсками Украины опустошает восток страны. Вдоль линии фронта, которая простирается почти на 500 километров, боевые действия, обстрелы и перестрелки по-прежнему являются повседневной реальностью в 2018-м. Инфраструктура вдоль линии разграничения, обеспечивающая водой людей как на подконтрольных, так и не на контролируемых украинским правительством территориях, постоянно подвергается повреждению. Более 4 миллионов человек находятся в зоне риска. В зоне конфликта на территории Восточной Украины ощущается нехватка воды. Несмотря на развитую индустрию, вода сюда поступает в основном из реки Северский Донец на севере страны. Воду качают из реки и соседних скважин. Это дает возможность обеспечить водой миллион 200 тысяч человек в Луганской области. В Донецкую область вода поступает через канал Северский Донец-Донбасс с помощью насосов, поднимающих уровень воды. Основной канал пересекает линии разграничения, обеспечивая водой город Донецк и снова пересекая линии разграничения другие города на юге области – Покровск, Докучаевск и Мариуполь. Эта единая система водоснабжения обеспечивает водой более трёх миллионов человек. К сожалению, некоторые трубы и насосные станции, которые подают воду в города на юге области, расположены на участке линии разграничения протяжённостью 20 километров. Сюда часто попадают снаряды и пули вследствие активных боевых действий. 19 декабря 2017 года одна из двух основных электролиний первой насосной станции вблизи Ясиноватой была повреждена. Насосы, обеспечивающие водой более миллиона человек, теперь зависят от одной электролинии. Поскольку стороны конфликта не могут договориться о прекращении огня, чтобы выполнить ремонтные работы линии электропередач, насосная станция теперь зависит от одной электролинии, что может привести к перебою водоснабжения. Так и произошло спустя два месяца, 1 марта 2018. В холодное время года вторая линия электропередач была повреждена вследствие плохих погодных условий. Насосы перестали работать. И 100 тысяч жителей Волновахи, Докучаевска, а также 250 тысяч жителей Покровска и близлежащих населённых пунктов остались без воды. В Украине вода используется не только для питьевых или гигиенических целей, но и для обеспечения работы централизованной системы отопления в холодное время года. Без подачи воды люди соответственно остаются и без отопления. Донецкая фильтровальная станция в 2017 году 35 раз прекращала работу из-за обстрелов. 51 день она не работала, а 345 тысяч людей не имели доступа к питьевой воде. Автобусы с рабочими были обстреляны в марте 2018. Только за 2017 год зафиксировано 135 случаев нарушения работы инфраструктуры водоснабжения в Украине. 3 миллиона человек в течение года пострадали от нехватки воды. Им приходилось брать воду из колодца или покупать дорогую бутилированную воду в соседних городах. Мы призываем всех защищать инфраструктуру водоснабжения, создать зоны безопасности вокруг ключевых насосных и фильтровальных станций, обеспечить доступ к чистой воде для всех. Поддержим воду, а не войну. Держите руку на пульсе событий.